Там нет батареи. С виду обычный калькулятор, но батареек внутри нет, а солнечная панель заклеена. Однако прибор все равно работает. Источник питания вот в этом устройстве. Серое вещество, так называемый активный ИЛ, в котором обитают микробы. Именно микробы и заменяют калькулятору батарейку. Проще говоря, дают электрический ток. Чтобы понять, что он работает именно от этих элементов, достаточно просто снимаем провод, все у нас подвесит. В Институте медико-биологических проблем разработали необычный способ получения электричества, главные производители которого – микроорганизмы. Некоторые бактерии в процессе своей жизнедеятельности выделяют в наружную среду свободные электроны, с одной стороны, ну и протоны. Для того, чтобы получить электрический ток, это электрон, перемещающийся по электрической цепи. Мы должны отобрать у бактерий этот электрон, направить его в нужную нам цепь. Среди вот этого микробного ассоциата присутствуют электрогенные бактерии, которые нам позволяют запустить в работу микробный топливный элемент. Вот так выглядит микробная батарейка, цилиндр, внутри которого анод. Туда заселяют бактерии. После поедания органики образуются углекислый газ, протоны и электроны. Электроны передаются на анод, затем по электрической цепи текут к катоду. Так и получается ток. Если подсоединить к этой системе какой-нибудь маломощный прибор, заработает. Этого количества электричества вполне достаточно для функционирования всех микросхем, для получения обработки сигналов с датчиков и вывода их на жидкокристаллические, вот слаботочные, малопотребляющие экраны, что, в общем, может быть очень немаловажно в каких-то там нештатных ситуациях. Пока мощность микробных топливных элементов – милливатты. Однако главное преимущество таких батареек над всеми известными источниками энергии – экономичность, долговечность, безопасность и высокий КПД. Лучшие электростанции имеют 40% КПД, автомобили где-то 30, там паровозы вообще 6. А эти могут иметь 90-95% КПД. То есть они с высокой эффективностью превращают энергию, но медленно. Точно такую же мини-электростанцию ученые тестировали в космосе на аппарате фотон. Как батарейка из микробов будет работать на орбите и будет ли работать вообще все-таки организмы, а космос, как известно, для всего живого – среда враждебная. Результаты оказались неожиданными. В невесомости бактерии давали больше тока, чем на Земле. Подготовка будущих межпланетных экспедиций с участием человека – сегодня это главное для микробиологов и МБП. Как показали эксперименты, некоторые бактерии способны не только давать электричество, но и уничтожать органические отходы, превращая их в воду. А во время длительных экспедиций проблема мусоров станет так же остро, как проблема воды, питания, энергии. Ученые решили – помогут микробы. Космонавты им – использованные салфетки, а не космонавтам – воду и электричество. Можно к 2018 году, планированному году полета на Бионе М номер 2, как раз сделать какую-то такую модель, которая способна делать и то, и другое. То есть и фактически утилизировать отходы жидкие с образованием СО2 и воды, что тоже очень хорошо и в части возможного небольшого пополнения санитарно-гигиенической воды, которая может быть использована. И, конечно же, попытаться извлечь из этого немножко биоэлектричество. На Земле, как известно, бактерии везде и повсюду. Это первые живые организмы нашей планеты, благодаря которым и появился человек. Со слов микробиологов, примерно полтора килограмма веса взрослого человека – это вес бактерий. Они создают в организме микрофлору, которая защищает нас от вредных вирусов, участвует в обмене веществ. Бактерии, с которыми ученые получают электричество, преобразуют железо. Перм-2О3 – это вообще ржавчина. Оно растворимо меньше, чем стекло. То есть это практически нерастворимо вещество. И вообще все железо бы на Земле превратилось бы в конце концов вот в эту ржавчину, и все. И мы бы все были без гемоглобина, без всякого железа. А это жизненно важный элемент. Так вот эти микробы, они могут электроны прямо передавать на твердые железы. Железо переходит из феррум-3 в феррум-2, а феррум-2 растворим. А железо растворяется. О том, что микробы могут давать электричество, для микробиологов не новость. А вот выделить электрогенные бактерии из огромного микробного царства и сделать из них батарейку – идея, которая стала популярна лишь в последнее время. Сегодня идея имеет и практический смысл – создать микробный питательный элемент для телефонов и часов. Можно сделать совершенно экологически чистую вещь, да, потому что, вы знаете, что любая батарейка, она содержит тяжелые металлы. И вообще в мире есть проблема. Мы-то их просто выкидываем часто вообще, что нельзя делать в мусор. А здесь можно сделать просто оболочковое сделанное, из биоразлагаемого пластика, да, который потом может разлагать. Электроды графитовые, они не в одной камере. Просто сахарозовые микробы работают на этом графите, да. Когда вся сахароза кончается, вы можете оттуда пипеткой вынуть и капнуть просто сладкую воду, да. Она опять будет работать. Вот у меня в руках сейчас чашка Петри с электрогенной бактерией, которая называется Шиванелла анаиденсис. Это одна из самых изученных и хорошо известных бактерий, с помощью которых в микробных топливных элементах получают электрический ток. Как приручить микробный мир и заставить его работать более эффективно, чтобы быстрее расщеплял органику и давал больше электронов – одна из главных задач микробиологов. Для этого в Институте генетики и селекции микроорганизмов вывели новый штамм электрогенной бактерии. Мы создали на основе Шиванеллы мутантные штаммы, которые делают электричество на 30-40% больше, чем исходный штамм. Делали мы это с помощью мутагенеза, обрабатывая штамм различными мутагенами, по классической такой схеме генетической. И в результате получилось, что можно создать штаммы, которые на основе исходного природного штамма будут лучше делать электричество. Сегодня для всех космических аппаратов на орбите главный источник энергии Солнца, которая заряжает солнечные батареи. Но за полвека космической истории были случаи, когда и солнечные электросистемы давали сбой. Так, в 1985 году станция «Салют-7» не работала 4 месяца, пока космонавты не прилетели и не починили энергосистему. А если аппараты полетят к другим планетам, удаляясь от светила, возможностей заряжать аккумуляторы будет все меньше. Очевидно, без дополнительных альтернативных источников энергии не обойтись. В 21 веке ученые делают серьезную ставку на микробов, которые, скорее всего, и станут главными спутниками первых космических путешественников. Редактор субтитров А.Семкин